Открой Открой мне, Господи, глаза мои Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с директором Центра российско-польского диалога и согласия Юрием Константиновичем Бондаренко. Добрый день, Юрий Константинович. Добрый день. Прошлую беседу мы закончили на весьма пессимистической картине, которую вы обрисовали. И вывод такой, что наладить отношения между Россией и Польшей просто невозможно. Но раз вы взялись возглавлять Центр, который на это направлен, значит какой-то оптимизм у вас присутствует. Я хотел спросить. В августе 2012 года святейший патриарх Кирилл посещал Польшу. И вместе с представителями католической церкви Польши сделали совместное заявление о прощении к народам России и Польши. Что было в этом заявлении, насколько оно было воспринято как в России и в Польше, и какое значение оно в целом имеет для отношения между нашими странами? Ну, наша родная церковь, она умеет договариваться с кем угодно. Поэтому договорились и с католической церковью, и с римокатолической церковью в Польше. Смысл договора, что давайте, невзирая на все разделения, какие между нами, думая о современном мире, секуляризованном, в котором таится много угроз, как православной церкви, так и католической, вообще христианскому миру, давайте совместно двигаться дальше. Это договоренность, повторю, с представителями римско-католической церкви, но не с польским политическим классом. Польский политический класс, да, сделал хорошую мину при плохой игре, что вот, мол, да, замечательные договоренности, ну, это как бы вот договоренность договоренностями, а жизнь идет дальше. То есть постарался минимизировать важность, важность заключенного договора. Это не договоры, ну, договоренности, обращенные в будущее. И религиозный конгресс, который недавно проходил в ноябре 2013 года в Варшаве, он проходил как продолжение диалога. И нашу церковь представлял митрополит Волоколамский Иларион. Там было еще, ну, несколько епископов, Пантелеимон, еще несколько епископов, очень много священников, практически весь мозговой центр отдела внешних церковных связей. Так что надеемся, что сотрудничество, по крайней мере, по линии церквей будет продолжено. Ну, может быть, все-таки историю оставить историком, а действительно смотреть в будущее. Как преодолеть то, казалось бы, непреодолимое, ту ситуацию, которую вы описали? Может быть, вообще к ней не обращаться? Почему, собственно, такое значение этому придается? Мы-то не стремимся обращаться к истории. Это польская сторона все время призывает. Мы стремимся, говорим, давайте смотреть в будущее. И, безусловно, есть очень и позитивные знаки в нашей работе. Вот в конце 2013 года мы выступили партнерами седьмого фестиваля российских фильмов в Польше «Спутник над Польшей» называется. Ну, учась в свое время в Варшаве, в Варшавском университете в советское время, представить себе такое было невозможно. Потому что при всей тогдашней агитации в пользу Советского Союза, Советского образа жизни и так далее, и так далее, то в лучшем случае 5-10 человек на киносеансе советского фильма было. И помня прошлое, я как бы не с огромным доверием ехал в Варшаву на открытие. То, что увидел, меня просто потрясло. Это зал Театра Польского. Это название такое Театр Польский. 720 мест, ни одного свободного места, первые лица государства. Фестиваль проходит в 40 с лишним городах страны. Показывается 230 фильмов. Огромный успех, огромный интерес. Во время церемонии открытия была прямая связь с космосом, где пролетает над Варшавой. Пожелали космонавтам удачи спутнику над Польшей. Вот он, спутник, и пролетел с космонавтами. Потом был и «Малый спутник», мультфильмы, фильмы для детей. Туры с огромным успехом. Все это прошло. Надо мною тишина, Небо полное дождя, Дождь проходит сквозь меня, Но боли больше нет Вот холодный шепот звезд Мы со сплением по свету Человека без педагогического образования, да и... Свободным стану я Видишь, что у Акеанского? А то! Моя душа была на лесу Виктор Сергеевич Тереволи Этот совет начинается для всех в одно и то же время. Кроме этого, наш центр взял себе такую практику Приглашать группы польской молодежи, студентов, журналистов в Россию. Первая группа у нас была из Белостокского воеводства. Это была группа православной молодежи. Это польские граждане все. Из них, из 25 человек, несколько только было когда-либо в России. И практически никого в Москве. Но мы организовали программу, там было и Дивеево, и Влаам, и Каневец, и Петербург, и Нижний Новгород, и Муром. Великий Новгород. С огромным успехом. На второй день пребывания группа сама. Это не было предусмотрено протоколом. Пошли в Данилов монастырь. Дождались Святейшего. Святейший вышел к ним. Благословил. Уделил минут 10 времени своего. А он был очень занят. Поскольку это была подготовка к 1025-летию крещения Руси. Вышел всех, благословил, подарил подарки. После этого у себя на сайте нашего центра, росполцентр.ру, выложили воспоминания. Ну, они абсолютно разрушают образ врага. Но это была группа православной молодежи. Следующая группа наша была. Это пул журналистов, который работает с фестивалем, о котором я уже говорил, «Спутник над Польшей». Вот приехало больше 20 журналистов разного возраста. И блогеров. Журналистов и блогеров. Популярных в Польше. В Фейсбуке, в живом журнале. От 25 до 75 лет. Причем из разных регионов страны. Из них тоже 2 или 3 человека были когда-либо в России. Вот поехали мы. Владимир, Суздаль. На Сапсане. Обратно в Москву, в Петербург. Обратно в Москву. Но они, сказать, что в полном восторге это ничего не сказать. То есть они имели свои представления определенные стереотипы о России. И настолько их стереотипы оказались раздавлены действительностью, что многие писали, что не могу это выразить словами, но внутри меня что-то сломалось и по-моему навсегда. То есть ну стереотипы понятно какого образа, что нет, свободы, демократии, там материальный уровень низкий и так далее, и так далее, и так далее. Тут надо сказать, что вообще работа с иностранцами, какими бы то ни было, из любой страны, это очень благодарное дело. Это очень благодарное дело в том смысле, что представления за границей о России, какие бы они ни были, они всегда хуже действительности. Поэтому даже не стремясь показать все самое лучшее, красивое, там чистое, без мусора, в любом случае их впечатления будут лучше, чем представления о нас. Поэтому это крайне благодарное занятие. заранее мы старались не определять, жестко не загружать, чтобы было свободное время, не было никаких условий, чтобы там что-то отписаться, написать там у себя по результатам, чтобы никакого давления, чтобы могли люди своими глазами видеть, составлять. То, что после этого пишут, это превосходит все рамки. Знаете, мы беседовали с главой Россотрудничества, я задал вопрос. Имеет ли смысл тратить огромные средства на создание имиджа России за рубежом? Что нам это дает? И вообще нужно ли нам восстанавливать эти отношения с Польшей, если они этого в общем-то не сильно и хотят? Зачем эти все центры? Понимаете, цели, которые ставит политический класс, они определенные. Тот, который сейчас у власти, те люди, это попытка навязать историю. свое видение истории. С этим ты ничего не сделаешь. Надо стараться обходить через их голову, обращаться напрямую, работать с населением, с народом. Понимаете, та политика, которую проводят относительно России, она не разделяется народом. Не разделяется народом. Потому что я постоянно читаю форумы в польских газетах и так далее. А поскольку Россия слишком важна для них, то статьи о России появляются в день минимум в трех польских газетах. Постоянно. И один автор польский выразил очень четко общее видение России. Он написал We Panic, чтобы все его читатели поняли по-английски, написал в твиттере We Panic, We Here Russia. Мы паникуем, когда только слышим слово Россия. А люди нормальные, они очень бы хотели нормальных отношений. Особенно малый и средний бизнес. По сути дела, ему мешают. Ему мешают созданием атмосферы, атмосферы такой шизофреничной русофобии. То есть фактически срывают сделки, контракты. Но то, что я вам сказал, я видел на кинофестивале и многих других подобных фестивалях в Польше, то можно сказать, что есть две Польши. Одна Польша доброжелательная, открытая на мир, которая готова с Россией сотрудничать. Есть очень много людей, которые готовы сотрудничать. Они не имеют своего представительства в политическом классе. Так удалось после падения социализма так все устроить. Когда-то это изменится, но сейчас обстоит дело так. А есть другая Польша, которая в день независимости окончания Великой войны 11 ноября старается поджечь российское посольство и так далее. Это две Польши совершенно разные. Совершенно разные. И мы, если есть возможность поддержать эту первую Польшу и каким-то образом наладить контакты, которые в будущем, может не сегодня, а завтра или через год, мы этого не знаем. Было бы глупо упускать эту возможность. Потому что страна наш сосед, достаточно большая страна. Тем более ее не обойдешь по дороге транзитной в Европу. Было бы очень здорово, если бы у нас были, пусть не дружеские, достаточно спокойные и нейтральные отношения. Но сама ситуация, она напоминает ситуацию на Украине, где тоже есть две Украины, западная, восточная, и такое же отношение к России. Вы упомянули, что вы учились в Варшаве. Можно несколько слов о ваших впечатлениях? И вообще, что вас связывает с Польшей, насколько эта страна вам близка? Ну, конечно, близка. Поскольку у меня значительная часть не самых худших студенческих лет, и потом прошла в ней, то, естественно, я с ней каким-то образом ментально связан. Безусловно. Учился с 78 по 81 год во время солидарности как раз на факультете польской филологии Варшавского университета. То есть Варшавского университета, да. А поехал после второго курса исторического факультета МГУ. И, как сейчас помню, посылал меня учиться, последняя как бы инстанция была, молодой ученый Матвеев Геннадий Филиппович, который и сейчас является завкафедрой истории южных западных славян и стфака МГУ. Мало того, он является автором, если те зрители, которые смотрели ту передачу нашу, помнят, вы спрашивали меня о судьбе русских пленных. Он автором книги является исследования, расследования, которое так называется «Польский плен», о российских, советских красноармейцах, которые были в польском плену. Потом я работал в Польше несколько лет. Ну и варшавский православный собор Марии Магдалины, он вообще для меня как родной, потому что когда я туда приехал, я был абсолютно атеистом, советским юношей. И вот у меня знакомые, которые появились там, православные из Белостокского воеводства, девушки, они меня приобщали к Вере, водили, показывали. Вы сталкивались с какими-то проявлениями антисоветских настроений, отношения к русским в тем годах? Антисоветских, антирусских, ну это в день по пять раз. Любой разговор с кем бы то ни было, он в зависимости от степени воспитанности человека, он или сразу начинался с этого, или заканчивался тем, что а вот Катынь, а вот Варшавское восстание. То есть и тогда, и сейчас это было просто один в один. Ну антисоветчиками это понятно, они-то всегда были и есть, но это при этом многие в Польше подчеркивают, мы мол антисоветчики норусофилы, норусофилы. Вот, а когда смотришь далее глубже, что же пишет газета этого русофила, то это получается как в анекдоте, я ненавижу расистов и негров. То есть, ну сейчас традиции русофобии более чем живы. На это указывают сами польские ученые, к сожалению, они не становят мейнстрим в политике, но многие польские ученые, публицисты, профессора пишут, что крайне подла, огромная подлость, русофобия, стремление спихнуть на русский народ, преступления поляка Дзержинского, грузинов Берии Сталина и так далее, и так далее. А заставить отвечать за все только Россию. Это очень многие пишут, и большинство народа в общем-то оно так и думает. Центр, который возглавляет, существует достаточно недавно. Все-таки, чтобы преодолеть такие исторические противоречия, необходима достаточно длительная перспектива. Есть ли какие-то уже стратегические планы, как вы планируете делать шаги навстречу друг к другу? У нас большая молодежная программа. Стремимся, чтобы наша и польская молодежь так или иначе общались, поддерживали отношения, проводим научные конференции, поездки всевозможные. Сейчас работаем над программой Великой войны, потому что многие захоронения существуют на территории Польши. Когда мы официально предложили польскому центру давайте совместные какие-то мероприятия по войне, Великой войне 14-18 годов сделаем, мы сказали, а это не наша война, ответили нам, как не ваша война. В результате этой войны погибли миллионы поляков, которые воевали в трех разных воюющих армиях, австро-венгерской, российской, и немецкой. В результате этой войны появилось польское государство. В результате этой прямой войны, поскольку день независимости совпадает собственно и значится как 11 ноября окончание Великой войны. Нет, это не наша война. Но тем не менее удалось убедить, что это все-таки имеет отношение к Польше и заняться по крайней мере совместно с российским военно-историческим обществом и министерством культуры привести в порядок и поддерживать захоронение в Лодзе, где похоронены 15 тысяч русских солдат и офицеров. Это война, это сражение 915 года. И вообще большинство сражений Великой войны проходило на территории Польши, нынешних его границах, ну а также Белоруссии, ну вот собственно все. Частично там уже зашло на нынешнюю Прибалтику военные действия, ну и Западную Украину. Но в основном на территории Польши, на Восточный фронт. И даже включить посещение мест, связанных с Великой войной, в туристические маршруты, которые разрабатывает российское военно-историческое общество. то есть такой военно-исторический туризм. Я думаю, многим было бы интересно. Я помню, как когда в школе учился, возили нас выпускников десятых классов, там Волгоград на место Сталинградской битвы, и по многим другим. Потом это в силу понятных причин материальных в 90-е годы заглохло, и то, что сейчас делает Министерство культуры, пытаясь возродить, это очень здорово, чтобы по крайней мере половина учеников Российской Федерации побывала в Бородино, на той же Сталинградской битве, в Полтаве, на Куликовом поле. И если бы они посетили места боев в Польше, это было бы только замечательно. Такие вещи, детские воспоминания не забываются. Какую роль, как вам кажется, может сыграть Русская Православная Церковь, помимо непосредственно того обращения, которое было сделано? Какие-то шаги совместные с Польской Православной Церковью? Этот диалог может ли быть инициирован и Православной Церковью? Понимаете, с Польской Православной Церковью договориться не о чем. Это две родные сестры, там не то, что никаких противоречий нет. Фактически это одно целое. То есть это формальные разделения. А вот с Польской Католической Церковью, ну в общем, да, руководство Католической Церкви великолепно отдает себе отчет, что общие угрозы, общие угрозы, которые надвигаются на Католическую Церковь, на мой взгляд, в большей степени и на Русскую Православную Церковь, они, ну в общем-то, становят общую угрозу. Они прекрасно понимают. А вся русофобия, как сказал один очень неглупый человек, она в Польше кончится в тот же момент, как только кончатся, как только начнутся проблемы в американской экономике, как им станет не до заграницы, она завершится в тот же буквально в течение недели все кончится, потому что она исключительно подпитывается на американские деньги из-за океана. Исключительно. Ну что ж, будем надеяться на позитивное разрешение той ситуации, которая сейчас, но, как вы совершенно справедливо заметили, все-таки на уровне простых жителей эта проблема не стоит так остро. Она вообще не стоит. бытовой русофобии в помине нету, что могут только подтвердить жители Калининградской области. Они прописаны в Калининградской области, могут без виз посещать Гданьск, ближайшие города. И, соответственно, поляки из этих воеводств посещать Калининградскую область. И они не сталкиваются с какой-то бытовой русофобией. Наоборот, все вывески уже на русском языке, все усиленно учат русский язык. Счастливы, что наконец-то удалось туризм расширить. Нет, это навязано сверху, навязывается сверху, не снизу идет. Снизу, наоборот, нет никаких препятствий. И именно на это мы и рассчитываем. Ну и на этой оптимистической ноте, наверное, мы закончим наш сегодняшний разговор. Большое спасибо, Юрий Константинович. Спасибо большое. И пусть весь мир ликует и поет. Разбуженный пасхальным перезвоном И слезы вдруг как ручейки по склону И тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет. Субтитры Игорь Негода Игорь Негода